Машина скорой помощи – это первая инстанция на пути к спасению человека. Это даже не реанимационный автомобиль, но здесь есть все необходимое, чтобы спасти человека даже при остановке дыхания, сердца и прочих серьезных проблемах. Семь новых «Газелей» пока еще опечатаны, но внутри каждой из машин ждет своей работы новое оборудование. Трудно поспорить, что в механизме работы скорой помощи автомобиль является одним из ключевых факторов. Машины оборудованы самым необходимым для оказания первой медицинской помощи. То есть в машине имеется дефибриллятор, аппарат ЭКГ, глюкометр имеется, ингалятор, отсос. Медработники рады. Они признаются, что очень благодарны государству за новые автомобили, которые улучшат и условия их труда и повлияют на мобильность скорой помощи. Вручить ключи от бело-красных машин сотрудникам скорой помощи приехал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Вот эти машины, они позволят вам оказывать ту необходимую скорую медицинскую помощь людям более качественно, более эффективно. И, думаю, и работаться в этих условиях самому персоналу, и водителям, и врачам, и феншерам будет, конечно, безусловно, комфортнее и увереннее. Он не будет себя чувствовать. Председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, который посещает область с рабочей поездкой, в свою очередь отметил, что программа, благодаря которой автопарк скорой помощи пополнился, продолжится. Национальный проект здоровья возвращается в страну на совершенно новом качественном уровне. Мы начинаем второй этап. Эти машины – это первая, самая небольшая часть того этапа, который сегодня начинается. Вскоре регион получит еще четыре полноприводных УАЗа для нужд скорой помощи. Они поступят в центральные районные больницы Касимовского, Старожиловского, Сапожковского и Ермишинского районов.